На востоке Украины, несмотря на объявленную Киевом приостановку силовой операции, этой ночью опять были столкновения. Есть жертвы. В районе Славянска неизвестные совершили налет на блокпост сторонников федерализации. Самым циничным образом, глубокой ночью, наперекорне гласному перемирию, которую ополченцы и силовики заключили в честь Пасхи. Убитые трое горожан из отряда самообороны. Атаку отбили, захватили несколько автомобилей нападавших. Внутри нашли символику правого сектора и винтовки, принятые на вооружение в некоторых западных странах. Есть мирные женевские договоренности, а вот что на практике. С места событий Алексей Иванов. Перестрелка произошла на дороге между двумя селами. Это третья Болбасовка и Черкасская. Как говорят сами участники этих событий, все произошло около двух часов ночи. Вот подъехали четыре внедорожника, два из них сейчас здесь, остались стоять. Они полностью выгорели на дверях следы от пуль и дробовых выстрелов. Как говорят очевидцы, один из ополченцев подошел к внедорожнику, к первой машине и попросил тех, кто сидел, находился в ней представиться. Но вместо этого тут же началась стрельба и этот ополченец погиб самым первым. После этого вокруг началась серьезная перестрелка. Стреляли как из этих внедорожников, так и из полей. Теперь вообще, какой диалог есть? Это вообще нельзя. У меня жена русская, у меня ребенок в России, племянница, внуки в России. Я никогда не считал, что это враг номер один. Хотя нам нагнетали, оттуда враг придет, оттуда сапоги. А пришли наоборот сапоги, отсюда уничтожают и бьют. Если внимательно посмотреть на эти внедорожники, здесь остались целыми номера автомобилей. Судя по буквам и по сериям, которые здесь находятся, эти машины зарегистрированы в Запорожской области и также в Днепропетровской. Но точно установить, кому они принадлежат, можно будет только после тщательной проверки. Также известно, что эти автомобили спокойно проехали через пост полиции, который находится в нескольких километрах от этого блокпоста. Как они могли это сделать, сейчас тоже выясняется. Всего эти баррикады минувшую ночь охраняли 25 человек. Все они жители Славянского района. Многие из ближайшего села Булбасовка, третья Булбасовка. Сейчас точно известно о троих погибших. В числе них до 57-летний водитель школьного автобуса Сергей Руденко. Он тоже один из первых пытался остановить эти внедорожники, но, конечно, силы были неравными. Это мой отец, вот лежит в черном. Он стоял тут, лежит, стоял, не пускал ничего. Ну, получилось так. Мы вдвоем стояли, да? Ну, я дальше стоял, он здесь стоял. Очевидцы говорят, что стрелял преимущественно снайпер. Это говорит характер ранений. Также говорят очевидцы, что нападавшие были хорошо вооружены. На месте обнаружили автомат, обнаружили совершенно новый пистолет ТТ, много боеприпасов. Также при тех, кто находился здесь, внутри, в машинах, обнаружили крупные суммы денег и чеки на внушительную сумму за еду. Это доказано. Это доказано. И правый, и правый сектор. Вот там все. Они заваривали по-украински. То есть это акцент такой... Акцент венгерский такой, ну, ближе к границе. У них поговор совсем с акцентом. Мой друг видел именно, 30 человек видел. Говорит, прохожусь с девушкой, 30 человек, говорит, стоят с автоматами. Узрекованный такой праздник, Христос Воскрес, это нелюди. Нелюди, да, настоящие нелюди. Представьте, они пробили туда. А там люди связят сейчас, паски и все прочее. Чтоб с моей матерью было, с моей женой, с моими детьми. Они вырезали, вот такие ножи, вот такие ножи он доставали. Сейчас на место этого происшествия продолжают пребывать родственники погибших. Здесь также те, кто находился минувшей ночью, они рассказывают, как это происходило. Ну, вот это самая серьезная перестрелка за последнюю неделю здесь, в Славянском районе. И, судя по всему, сейчас все силы будут брошены на то, чтобы усилить блокпосты на въездах в Славянск и в Краматорск. Алексей Иванов, Игорь Львов, Андрей Леонов, Первый канал, Украина.